Беседа о Милхиседеке Сегодня я хочу предложить вам апостольскую трапезу и готовлюсь обратить речь к морю Павловых изречений. Но что будет со мною? Я недоумеваю и боюсь, чтобы мы, вышедшие из пристани и вступив в глубину апостольских мыслей, не потерпели головокружение, которое испытывают неопытные пловцы. Те, покинув землю и видя с обеих сторон корабля море и не видя ничего другого, кроме моря и неба, подвергается уму помрачению и представляет, что корабль вращается вокруг них вместе с морем. Но головокружение происходит не от свойства моря, а от неопытности плывущих. Другие пловцы с обнаженными телами бросаются в волны и не испытывают ничего подобного, но погрузившись в самую глубину, проводят время безопаснее сидящих на земле и, принимая морскую воду и устами, и глазами, и всем телом, не чувствуют неприятности. Столь велико и таково зло — неопытность, и таково благо — опытность. Это внушает презирать и страшное, а та заставляет опасаться и бояться и неопасного. Одни, сидя на палубе корабля, чувствуют головокружение от одного взгляда на море, а другие среди волн не приходят в смущение. То же бывает и с нашей душою, и ее часто объемляет волну страстей, свирепейшие волн морских, как-то буря, гнева, не спровергающие сердце, дуновения, порочные похоти, производящие в уме великое смятение. Неопытный и беспечный при наступлении бури и гнева тотчас смущается, приходит в смятение и замешательство, видит душу, потопляемую страстями и терпящие кораблекрушение, а опытный и внимательный мужественно переносит все это. Он, подобно корчему, прикормили, поставив ум свой над страстями, не перестает употреблять меры, до то ли пока приведет корабль в тихую пристань любомудрия. Что бывает на море и случается с душою, то же по необходимости случается и при изъяснении писаний. Нужно, бывает, недоумевать и смущаться, подобно тому, как когда мы выходим в море, не потому, что море страшно, а потому, что мы пловцы неопытные. Что действительно иногда речь по свойству своему легкая, бывает трудно из-за неопытности слушателей. На это я представлю вам свидетельство Павла. Сказав, что Христос был первосвященником по чину Мельхиседека, исследуя, кто этот Мельхиседек, он превосокупил, о котором не нужно много и говорить, «Ибо неудобно стало говорить» Евреям 5.11. Что говоришь ты, Павел? «Неудобно сказуемое для тебя, обладающего духовной мудростью, услышавшего неизреченное восхищенного до третьего неба. Если это для тебя неудобно сказуемо, то для кого же оно постижимо? Для меня, говорит он, неудобно сказуемо не по собственной моей немощи, а по неспособности слушателей. Именно сказав, неудобно сказуемое, он присовокупил, потому что вы сделались неспособны слушать» Евреям 5.11. Видишь ли, что не свойство речи, а неопытность слушателей сделала нетрудное трудным. И не только трудное, но и длинную краткую речь сделала та же самая причина. Поэтому он и сказал, что это не только неудобно сказуемое, говорить, трудно изъяснить, но и, представив причины продолжительности и трудности речи, тупость слуха. Как больным не надобно предлагать трапезы однообразные и небрежно приготовленные, но должно приготовлять для них яства разнообразные, что у больной, если не захочет одного, взял бы другое, а если не найдет приятным это, нашел бы годным для себя третье, а если отвергнет и это, принялся бы за иное которое-нибудь, и чтобы разнообразием нам победить трудность и многоразличную пищу, врачевать дурное его расположение. Так часто должно поступать и в отношении к слушанию, когда мы слабы. Надо бы нам приготовлять длинную речь, исполненную различных притчей, примеров, доказательств и доводов, и много другого подобного, чтобы из всего нам был удобен выбор полезного. Впрочем, хотя слово было неудобно сказуемое, трудноизъяснимое, но апостол не лишил слушателей учения о Мелхиседеке. Словами неудобно, трудно изъяснить, он пробудил их усердие, чтобы они не были слишком нерадивы к слушанию, а предложив трапезу, вознаградил их желание. То же сделаем и мы. Хотя мы не в состоянии проникнуть в это море и в глубину этих мыслей, но осмелимся пуститься в море, надеясь не на собственную свою силу, а на дарованный нам свыше благодать. Пустимся в море не по собственной смелости, а для вашей пользы и подражая в этом Павлу, что он действительно не лишал слушателей. Учение Мелхиседеке. Выслушай следующее. Сказав, что трудно изъяснить, потому что делались неспособны слушатели. Он говорит, все Мелхиседек, царь правды, а потом и царь Салимский, что есть царь мира. Без отца, без матери, без начала рода и без конца дней, не имея начала жизни, уподобляется Сыну Божию, пребывает священником всегда. Не поразил ли он вашего слуха, говоря о человеке, и сказав, без отца, без матери, без родословной, и что я говорю о человеке? Если бы это было сказано о Сыне Божьем, и тогда не представилось ли бы много вопросов. Если именно он без отца, то как он сын? А если без матери, то как единородный? Сын должен иметь отца, иначе он не был бы сыном. И однако Сын Божий есть без отца и без матери. Без отца по земному рождению, без матери по небесному. Он не имел ни отца на земле, ни матери на небесах. Без родословие. Пусть выслушат это те, которые исследуют существо его. Некоторые думают, что это выражение, без родословие, относится к небесному рождению. И ретики не хотят допустить и этого. Они исследуют, усиливаются узнать, и это небесное рождение. А более умеренные из них, оставляя это, думают, что слова без родословия сказаны о земном рождении. Итак, покажем, что Павел сказал это о том и другом рождении, и о небесном, и о земном. Ведь и то страшно, и это весьма таинственно. Поэтому Исаия говорит, но род его, кто изъяснит? Но скажет он, говорит, о том рождении, небесном. Для чего же, скажем, и Павел упомянул о том и другом рождениях, и потом уже присовокупил, без родословия, для того, чтобы ты уверовал, что он без родословия, не только по тому рождению, по которому он не имеет матери, но и по тому, по которому он не имеет отца, то есть по земному. Для этого он упомянул о том и другом рождении, и потом сказал без родословия. И это земное непостижимо. А к тому мы не дерзаем и проникнуть. Если преддверие храма так страшно и неприступно, то кто отважится войти во внутреннее святилище? Что он рожден от отца, это я знаю. А как? Не знаю. Что он рожден от девы, это я знаю. А способа рождения и здесь не постигаю. То и другое рождение исповедуется, а о способе того и другого умолчано. Как здесь в отношении к деве, не зная, как он родился от девы, я исповедую, что он родился, этим незнанием не уничтожая самого дела. Так поступи и ты в отношении к отцу. Исповедуй, хотя ты и не знаешь, как родился от него сын. Если юридик скажет тебе, как сын родился от отца, ты не звергни надменность его на землю и скажи ему, сойди с небес и покажи, как он родился от девы, а потом рассуждай и о том, удерживай его и осаждай, не позволяя уклоняться и удаляться в лабиринт суждений, но сдерживай и стесняй не рукой, а словом. Не давай ему отдыха, иначе он убежит куда хочет. Оттого-то они и приводят смущение беседующих с ними, что мы следуем за ними, а не подводим их под законы божественных писаний. Итак, окружи его со всех сторон, как бы стеной, свидетельствами писаний, и он не в состоянии будет открыть ее рта. Скажи, как сын родился от девы? Я не отступлю от тебя и не удалюсь, но хотя бы он употребил и тысячу усилий, он не мог бы объяснить нам способа этого рождения. Когда Бог сокроет, то кто потом откроет? Это принимается одной верою. Если же ты не понимаешь, а ищешь доказательства, то я скажу тебе тоже, что говорил Христос Никодиму. Если мы говорим вам о земном и не веруете, то как поверуете, если скажу о небесном? Я сказал о рождении от девы, и ты не знаешь и не смеешь открыть рта, а стараешься исследовать небесное. И ой, если бы только небо, но ты исследуешь и Господа небес. Если я сказал вам о земном и не веруете, не сказал, не убеждаетесь, но не веруете, показывая нам, что если и земное нуждается в вере, то тем более небесное. Между тем он беседовал тогда с Никодимом о рождении и гораздо низшим. Речь была о крещении и духовном возрождении. Очевидно, что и это постигается верою. Назвал же он это земным не потому, что оно земное, но потому, что совершается на земле и в сравнении с небесным рождением, неизвеченным и превосходящим всякий ум, есть земное. Итак, если невозможно знать, каким образом мы возрождаемся в водах, но должно принимать совершающейся одной только верою, а не исследовать способа, то какое безумие было бы употреблять человеческие суждения о небесном рождении единородного сына и исследовать способ его рождения. Впрочем, довольно показано, каким образом сын Божий есть без отца, без матери и без родословия. Если еретик скажет тебе, как сын родился от отца, ты не извергни надменность его на земле и скажи ему, сойди с небес и покажи, как он родился от Девы, а потом рассуждай и о том, удерживай его и осаждай, не позволяй уклоняйся и удаляйся в лабиринт суждений, но сдерживай и стесняй, не рукой, а словом. Не давай ему отдыха, иначе он убежит куда хочет. Оттого-то они и приводят смущение беседующих с ними, что мы следуем за ними, а не подводим их под законы Божественных Писаний. Итак, окружи его со всех сторон, как бы стеной, свидетельствами Писаний, и он не в состоянии будет открыть рта. Скажи, как сын родился от Девы? Я не отступлю от тебя и не удалюсь. Но хотя бы он употреблял и тысячи усилий, он не мог бы объяснить нам способа этого рождения. Когда Бог сокроет, то кто потом откроет? Это принимается одною верою. Если же ты не понимаешь, а ищешь доказательств, то я скажу тебе тоже, что говорил Христос Никодиму. Если я вам сказал о земном, и вы не верите, то если скажу вам Небесное, как поверите? Я сказал о рождении от Девы, и ты не знаешь, и не смеешь открыть рта, а стараешься исследовать Небесное. И о, если бы только небо! Но ты исследуешь и Господа Небес. Если я сказал вам о земном, и не веруете, не сказал, не убеждайтесь, но не веруете, показывая нам, что если и земное нуждается в вере, то тем более Небесное. Между тем он беседовал тогда с Никодимом о рождении гораздо низшим. Речь была о крещении и духовном возрождении. Очевидно, что и это постигается верою. Назвал же он это земным, не потому, что оно земное, но потому, что совершается на земле, и в сравнении с Небесным рождением, неизреченным и превосходящим всякий ум, есть земное. Итак, если невозможно знать, каким образом мы возрождаемся в водах, но должно принимать совершающейся одной только верою, а не исследовать способа, то какое безумие было бы употреблять человеческие суждения о Небесном рождении Единородного Сына и исследовать способ Его рождения. Впрочем, довольно показано, каким образом Сын Божий есть без Отца, без Матери и без родословия. Но так как многие, не поняв написанного о Мефиседеке, говорят, что он даже больше Христа, составили свою ересь, называется Мельхиседекитами, и спорят с нами, стараясь доказать, что он больше Христа, приводя слова «ты и рей вовек» по чину Мельхиседека, то нужно сказать и против них. Они говорят, «Как может быть не больше Христа тот, по образу и чину которого священствует Христос?» А мы говорим, что он человек подобострастный нам и не больше Христа и даже Иоанна Крестителя, ибо не восставал, говорит Христос, изрожденный женами больше Иоанна. Другие же, опять заблуждаясь, говорят, что он есть Дух Святый, но мы не говорим и этого. Иначе какая была бы нужда в отчеловечице Слову Божию, если уже давно Дух был человеком? В объяснении того, что он не больше Христа и не Дух Святой, пусть они скажут нам, к какой области они относят его, к небесной ли, земной ли, или преисподней. Итак, если скажут, что Мельсиседек к небесной области или другой какой-нибудь, то пусть выслушают, что и он преклоняет колено перед Христом, воплотившимся от Богородицы Марии. Апостол именно говорит, что ему поклонится всякое колено и прочее. Итак, если всякое колено преклоняется перед ним, но Мельсиседек меньше Христа, так как он поклоняется поклоняемому Христу, если же те жалкие и несчастные обратят внимание и на последующие слова, а апостол присовокупляет, уподобляется Сыну Божию, евреям 7.3, то нужно разуметь их так, что и он был по образу и подобию Божию, как и мы, иудеи говорят, что он рожден был от прелюбодеяния и потому не имеет родословия. Им мы скажем, вы дурно говорите. И Соломон был рожден от прелюбодеяния жены Урия, однако он имеет родословия. Но так как Мельсиседек был прообразом Господа и носил образ Христа подобно Ионе, то поэтому Писание умолчало об его Отце, чтобы в нем, как в образце, мы созерцали Христа, который поистине без Отца и без родословия. Мельсиседеки, ты же, возражая нам, говорят еще следующее. Что же означает слова, которые Отец говорит к нему, ты и рей во век почину Мельсиседека? Мы отвечаем, и что этот Мельсиседек был муж праведный и поистине носил образ Христа. Он, движимый пророческим духом, проразумел жертву, имеющую быть принесенной за народы, и почтил Бога хлебом и вином, подражая грядущему Христу. Так как синагога иудейская почину Аронову приносила в жертву Богу не хлеб и вино, а тельцов и овнов и прославляла Бога кровавыми жертвами, то к имеющему родиться от Девы Марии Иисусу Христу, Сыну Божию, Бог взывает и говорит, ты священник вовек почину Мельсиседека. Не почину Аарона, приносившего тельцов и овнов, но ты священник вовек почину Мельсиседека, всегда приносящий в хлебе и вине жертву приносящих. Через него Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.